всем привет это подкаст подлодка и сегодня мы наконец добрались до замечательной темы где будем обсуждать вот те самые непонятные раунды инвестиций какие-то вот в которых пишут ваши друзья фейсбуке вот это вот все непонятное наконец после этого выпуска будет для нас кристально ясным понятным и может быть даже вам самим захочется открыть свой стартап а может быть наоборот кого-то мы отговорим и узнав о том что это тяжелый не знаю там суровый бизнес где не всем рады а сегодня мне помогать вести будет егор привет егор всем привет сегодня мы разберемся наконец-то куда стас начал складывать свои денежки когда наконец расплатится с ипотекой прекрасно мне кажется рекламная интеграция нам надо короче договориться вообще с моей ипотекой чтобы мы их уже начали рекламировать в каждой в каждом выпуске есть да ну и собственно сегодня в гости мы позвали александр александра горного сооснователя united инвестор сооснователем он автора блога стартап дня привет александр да всем привет большое спасибо что пригласили александр расскажи немножко про то как тебя вообще сама по себе тема инвестиции заинтересовал зашел тему как обычно случайно у меня была корпоративная карьера в mail.ru которая последним этапом был то что я занимался поиском новых тем для mail.ru чтобы запустить что-то новое или чтобы купить кого-то если кто-то существовал и кто мог вписаться в mail.ru мы там купили delivery club купили geekbrains запустили pandau а еще несколько запусков и компании было и последнее чем я занимался это инвестиции в сети mobile потом еще коротко внутри стимой поработал но это не совсем считается не относится к стартап тематике вот и тогда я увидел какой вообще-то большой мир как ты интересно как это полезно для мира и с тех пор я активно занимаюсь стартапами инвестициями сейчас нет три роли в которых я занимаюсь я не пишу в своем блоге стартап дня в телеграме рассказываю в ютюбе я делаю стартап мо это классический стартап с венчурным финансированием с бесконечным ростом и с великим будущим и я с партнерами делаю площадку на этот инвесторс где мы соединяем инвесторов и стартапа ранних стадий да и прозвучало что я делаю мобильное предложение там я тоже с партнером вдвоем со основателем амо вот со всех сторон я в стартапах и наверное что-то них знаю шикарно было упомянуто прям много интересных таких не знаю сущностей как и корпоративное инвестирование так и там непосредственно венчурная то есть мы сегодня про все это поговорим и я надеюсь будет очень интересно но перед тем как перейти к основной части у нас есть уже практически постоянная рубрика в которой мы разбираем наш маленький многосерийные и гормоник многосерийный же у нас дает рубрика так я думаю на это за которую мы разбираем в общем наш маленький выдуманный виртуальный стартап и сегодня у нас проблема следующая то что ну стартап начинающийся только и там у всех начинающих стартапов проблема с чем с тем чтобы взять и правильно подготовить инфраструктуру если инфраструктуру ты запариваешься железом кто будет запариваться не ты же надо нанимать системного администратора стартап вы стартанули на последние деньги короче нет возможности взять и нанять себе выделенного администратора и возникает вопрос вообще как эту всю проблему решать что в этой ситуации делать вот егор как как ты бы решал так но смотри я короче такой человек знаешь старой закалки олдскул вот это все мне проще всего пойти какому-нибудь провайдеру и арендовать у него выделенные ли облачные серверы вроде типа и тратится сильно не нужно то есть косты небольшие тошно для стартапчика и администрирование все берут на себя и тебе не нужно там самому что-то заводить вот это все и короче все она заработает но все равно оказывается в итоге что головняка прилетает много потому что ты сам должен поднять инфру ты должен какую-то операционку поставить понять тебе какая нужна то вообще сотня разных вариантов linux я даже выпуск про операционные системы наши не послушал короче короче все плохо все сложно это еще и это еще до того как твой стартап выстрелит и польется нагрузка потому что я не знаю даже что наш биллинг в подлодка крю будет делать когда больше ста заказов в день на него упадет короче короче непонятно есть другой вариант можно взять контейнеры какие-то эфемерные в которых зависимость уже предустановлена ну типа контейнеры это еще более сложно сами да то есть типа мне вообще все говорят эгорь пели монолит если ты в стартапе тут нужно микросервисы что-то там надо обновлять масштабировать независимо короче просто вообще непонятно вроде стало лучше но все еще плохо короче есть решение решение от нашего партнера компании selectel облачные функции лямбда все по красоте прекрасно и монолита у вас не будет и так далее мы мне кажется бесконечное количество раз уже упоминали в выпусках в том под тем или иным соусом историю про облачные функции если на пальцах это pure функции стейтласс которые просто триггерятся по определенным событиям и выполняет какую-то свою микро задачу нарезали пишем эти функции на абсолютно разных языках и вперед погнали все будет классно замечательно если кто-то если одна из них упадет приложение продолжит работать все будет хорошо ну и классно что она получается экономит время на разработку и также может неограниченно масштабироваться и платите вы только за то что по факту использовать стас а какой промокод может помочь с тем чтобы это попробовать и не тратить на тысячу рублей больше чем мы можем же стартап это важно промокод подлодка на тысячу рублей подлодка с большой буквы п по-английски нереально пользуйтесь на здоровье ну что я не знаю мне кажется то что нам пора двигаться уже как раз обсуждать тот самый стартап возможно александр уже инвестировал в selectel пока мы зачитывали рекламу потому что после нее не устоять возможно так вот я не могу это комментировать красиво красиво так ну что я предлагаю начать вообще наш разговор про стартапы с надо договориться в общем о понятиях потому что я не знаю вот из того что я слышу от своих знакомых разработчиков у всех это понятие стартап разъезжается кто-то стартапом называет типа просто по строй сроку давности компания там типа если компании меньше года то это стартап если компанию не знаю пошла на второй год уже все это уже не стартап это уже там серьезная компания вот александр можешь как-то попробовать дать определение стартапа ну смотря терминах не спорят и договариваются тут вообще бессмысленно мне нравятся два определения оба чужих первое определение я прочел в книге эрика райса линд стартап это вообще великая книга библия стартаперов и нельзя не читать стартап это бизнес который находится в условиях высокой неопределенности то есть пока мы не знаем что будет завтра это стартап как только у нас появилось трехлетнее планирование которое более-менее точно выполняется это уже не стартап а какой-то корпорация что-то другое а второе определение я не помню у кого я услышал тоже не сам придумал стартап это бизнес который заточен под очень быстрый рост и спроектирован под очень быстрый рост вот два определения они ну описывают один тот же объект но с нескольких разных сторон и там можно частично доказать что одно из другого вытекает но и два хороших определения я на самом деле мне если честно нравится больше второе определение мы вот когда будем дальше говорить про стадии стартапа я попробую первый из них по челленджить на тему как раз вот истории про выполнимость планов которые закладывают фаундер так ну что ну тогда я предлагаю как раз взять и постепенно по шажочкам начать вот эти вот стадии разбирать ну то есть а что является ну что вообще считается самой первой стадии у стартапа как она называется какие у нее есть там характеристики но как бы все начинается с появления некой идеи и так и называется на стадии идеи когда я зафантазировал вот не последнее время нравится этот пример решил что на луну можно летать на воздушном шаре у меня возникла эта красивая идея и я подумал что если вот научиться на воздушном шаре летать на луну то тут будет очень много денег отличные стартапы капитализация там в итоге как у гугла и даже больше и вот сейчас мы находимся на этой стадии пока еще ничего не сделали у нас только есть вот эта идея но это же еще не стартап потому что мы ничего не начали делать у нас даже планов никаких нет ну окей но это такой вот медленно движущий стартап не каждый стартап должен привести к успеху многие стартапы гибнут в зародыша вот наш стартап скорее всего погибнет в зародыш я так предчувствую но по крайней мере он уже существует так хорошо ну то есть по факту это получается какая-то вот просто зачаточная стадия стартапа на которой есть идея хорошо от дальше такие тогда дальше прорабатывать эту идею то есть мы прикинули что ну чтобы взлететь значит на луну воздушный шар должен быть вот такого примерно размера делается он должен вот из таких материалов в принципе такие шары делаются вот на том заводе в канаде значит мы зарабатывать мы будем на том что будем брать оттуда с луны значит гелий 3 продавать его здесь значит стоит запуск будет ну примерно две копейки потому что этот канадский завод делать дешевые шары зарабатывать будем много потому что гелий чертовски дорогой мы там еще сделаем какую-то модельку как что-то здесь копейки потратили там миллиарды заработали вроде экономика сходится и вот у нас такая уже проработанная идея дальше мы начинаем собственно делать некую реализацию мы сделаем маленький шарик который будет взлетать на пару метров это будет некий прототип вот мы уже сможем показать тебе что вот в принципе к инвестору например или не знаю как раннему пользователю что в принципе это все не болтовня какая-то это уже проект ну продуманную продуманный осуществимый вот видишь мы уже на три метра взлетели от чего-то до луны всего значит в 10 тысяч раз это сколько ну ладно по много раз больше но в принципе все у нас уже начинает получаться ну и соответственно ну просто вопрос обычно вот на этом этапе там фаундер у него есть какая-то не знаю об команда что или он вот прототип обычно делают условно вот как как не знаю там условно по старинке в гараже и все это зависит от того что мы на самом деле делаем то есть иногда даже прототип требует таких усилий что в гараже сделать это невозможно но если бы я там не издевался над своим стартапом то ну какой-то настоящий прототип чего-то космического он стоит настоящим космически а настоящий прототип ну какому-нибудь нового такси приложения но в принципе если разработчик ты можешь как-то там за вечерок в органе своем гараже и тут очень по-разному бывает окей ну и соответственно тут задача а задача вот этого этапа что что мы вот на финише ожидаем то что у нас мы кому-то покажем люди нам скажут то что да классно там не знаю маме покажем мама скажет ты у меня самый классный сын все замечательно в общем стартап твой выстрелит точно или как как и какой какая обычно финишная точка этого этапа смотри в широком смысле финишная точка любого этапа стартапа это привлечение инвестиций для того чтобы достигнуть следующего этапа иногда эта точка вырожденная там например ты сам себя финансируешь и тебе не нужны никакие внешние инвестиции это сам себе доказывая что вот ты смог добежать значит до этого этапа твой воздушный шар действительно взлетел значит ты сам будешь себе платить до того чтобы сам тратить свои деньги чтобы случился следующий этап так в принципе убирая краевые случаи цель любого этапа жизни стартапа это получить финансирование на следующий этап окей с этим понятно тогда следующий вопрос возникает а здесь получается какие-то какая-то вот как лесенка то есть с определенными состоящие из этапов где на каждом мы пытаемся расти все больше 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 по какому принципу не знаю там убираются размеры этих ступенек понятно что это все индивидуально зависит от от всего зависит но такое грубое правило оно такое денег должно хватить примерно на полтора года максимально быстрого развития проекта то есть ты делай свой шарик ты планируешь что ты будешь делать следующие полтора года ты будешь там летать в канаду каждый день чтобы договориться о том чтобы они сделали твой шар там заплатишь собственно за этот шар и еще там пять шаров то загубишь потому что у тебя будут какие-то неудачные опыты и еще у тебя будет там не знаю 20 программистов которые будут шарах не программируют но что-нибудь у тебя будет какие-то сотрудники которым надо платить зарплату и еще 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 и ты посчитал что на следующие полтора года жизни тебе нужно там 5 миллионов долларов чтобы за полтора года построить шар который уже долетает до границы атмосферы а не на три метра и вот тогда ты начинаешь искать эти пять миллионов долларов чтобы тебе хватило на следующие полтора года так вот это вот это становится понятно ну а если говорить не про шары а про что-то такое более приземленное земле вот получается я правильно понимаю что задача первого этапа не в том чтобы заработать деньги а в том чтобы как-то проверить по сути гипотезу убедиться что у нас жизнеспособную в том что действительно добавив денег мы можем двинуться дальше о том что есть какие-то люди которые в каком-то виде заинтересованы в этом да очень правильно прозвучало вообще у стартапа на всех стадиях пока он стартап обычно нет задачи заработать деньги он все равно потратит больше чем заработает потому что если начнет тратить мало то будет медленно расти и как бы нарушит это определение им можно рассказать почему на второй нарушит а задача стартапа это всегда убедиться что у него в будущем будет много денег но есть огромная неопределенность в начале вот мы начали делать наши не шары что наш новый такси приложения и мы вообще не знаем к чему придем и на каждой стадии мы сокращаем эту неопределенность пока не придем к айпио когда у нас уже там есть все понятно на три года спланировано точно будет вот такая выручка такая маржа столько-то мы заплатим дивидендов вот как бы стартап закончился а тут мы там отсекаем сначала неопределенность техническую что такое вообще возможно потом мы отсекаем неопределенность востребованности что вообще есть люди которым это нужно потом мы отсекаем неопределенность экономическую что в принципе то чем мы занимаемся может быть экономически целесообразным то есть людям конечно нужно но они готовы платить столько чтобы нам хватило на хлеб с маслом потом мы отсекаем неопределенность связанную с количеством таких людей мы проверили что их там пять человек есть кто-то нас покупает теперь нужно проверить что их пять миллионов есть дальше мы снимаем неопределенность что мы можем операционно поддержать все наши процессы там найти таксиста для каждого нашего пассажира или не знаю связать нужное количество шаров если мы на луну летаем и вот так шаг за шагом мы убираем эти неопределенности проверяя что вот еще следующий шаг мы тоже можем сделать и вот так живет наш стартап и при этом все время он может быть убыточным потому что даже если он прибыль это вообще никому но мы всегда целимся какие-то огромные миллиарды впереди и вот наши там небольшие минуса или плюсы а сейчас они никак не помогут нашим миллиардам впереди потому что они несравнимо меньше этих миллиардов впереди окей мы попробуем разобраться еще в как-то в этапах но вот какой следующий этап вот мы допустим mvp мы проверили то есть по факту технически мы сможем реализовать ты главное в печку деньги закидывай и все в общем наша есть команда есть в общем люди которые могут разработать но им надо будет условно платить зарплату еще что то есть какое-то количество пользователей которые нам даже не знаю там заплатила по 100 рублей то есть вроде вроде спрос есть есть люди которые готовы за это платить деньги вот но у нас пока что это mvp это не работающий продукт то есть по факту им там в реальной жизни пользоваться нельзя и нам получается для того чтобы взять это все запустить все это условно там запрогать сделать там маркетинг еще что-то нам получается скорее всего обычно нужны какие-то деньги правильно или как ну то есть обычно стартапы обращаются с кому-то с деньгами oke это просто еще разделил прототипы м mvp мы вот говорили про прототип что мы там сделали этот шарик который взлетает на 3 метра это еще далеко не мvp mvp это как раз то о чем ты говорил когда мы уже проверили что есть люди которым это нужно что они готовы нам за это как-то платить в какой-то форме Вот когда они начинают платить Вот это уже MVP Ну, если мы делаем какой-то такой коммерческий продукт Типа такси, не знаю Marketplace, что-то такое Вот, да, и нам нужны деньги Там всегда нужны деньги Для стартапа деньги – это топливо Так, ну и, собственно, здесь Получается у нас Наверное, история про те самые Инвестиции и, в общем, и разные Разные роли, разные Участники вот этого рынка Кто вот Дает деньги таким вот самым Начинающим стартапам, у которых На руках, по факту, кроме MVP больше ничего нет Чаще всего им дают деньги 3F, так называемые Это Friends, Family И Fools При этом я бы сфокусировался Прям, ну, Fools, ладно Это не очень хороший инвестор Я бы сфокусировался на Friends and Family И очень важно подчеркнуть Что фразу придумали американцы И американский Friends – это совсем не русские друзья То есть, если вы с человеком два раза встречались на обеде То американец уже говорит, что он Friends А если вы с ним встречаетесь, не знаю, раз в месяц на обеде То это прям Best Friends Ну, так у них язык устроен Вот у нас там Best Ну, лучший друг – это как Герцен с Игоревым Которые там на дуэли готовы Друг за друга И погибнуть, и еще что-нибудь А у них Гораздо мягче слово И вот ищите не у друзей в русском понимании денег А у Friends в английском понимании Их гораздо больше Гораздо больше вероятность встретить того У кого там есть деньги, есть желание Есть еще что-то для вас проинвестировать И шансов гораздо больше И Friends – это прям идеальный способ Идеальный способ Идеальный источник инвестиций На самых ранних стадиях Так, окей Мы при помощи трех F Мы привлекли какие-то инвестиции Начали, соответственно, работу И обычно вот следующий раунд В чем он заключается Да, я помню о том, что там следующее Окончанием каждого раунда Является, по сути, начало следующего То есть привлечение, поиск кого-то Кто даст еще больше денег Для того, чтобы начать следующий раунд Но, тем не менее Ну, определение хорошее, замечательное Но просто для того, чтобы привлечь еще больше денег Надо будет что-то показать, правильно? То есть ты же не можешь просто такой Я потратил, вот я взял у друзей денег Не знаю там Вот, кстати, о каких суммах вообще примерно идет речь Вот у трех F Которые привлекают Там в России и за рубежом, соответственно Ну, в России это миллионы рублей То есть это может быть миллион рублей Это может быть три миллиона рублей Это может быть десять миллионов рублей Ну, зависит от того, что мы делаем И насколько хороший у тебя френдс И на эти деньги надо построить какой-то прототип бизнеса Который уже имеет какие-то метрики Мы уже видим, что мы можем привлекать клиентов Клиенты нам уже реально платят У нас уже есть какая-то выручка Пусть еще небольшая, но уже стабильная И вот с графиком этой выручки Мы приходим к следующему инвестору И говорим, вот смотри, как она у нас растет И если ты дашь нам денег То она вырастет вот еще вот так Вот так, вот так И мы станем миллиардной компанией И ты заработаешь свои 10% или 20% От наших миллиардов при продаже Если я правильно услышал Стартап, это компания, которая чуть ли не до IPO У нее отрицательная прибыль, да? Она обычная и после IPO Ну и соответственно получается то, что у компании Отрицательная юнит экономика Показывать-то что? Нет, у юнит экономика, как бывает отрицательная Она вполне может быть положительной То есть мы покупаем, не знаю, плащи за 100 рублей Продаем их за 200 А еще тысячу в месяц платим программисту Который программирует наш красивый сайт Юнит экономика у нас отличная Мы купили за 100, продали за 200 А вот общая экономика наша Прибыль отрицательная Потому что программист все сожрал Окей, так Теперь становится понятно Ну и я правильно услышал то, что Соответственно, ну надо не просто графич Как раз уже даже на этом этапе Показать то, что юнит экономик Это, ну, по крайней мере не отрицательно Или пофиг Это зависит То есть, ну, конечно, всегда положительная Юнит экономика это хорошо Но это не единственный фактор И если у тебя там очень горячая тема В которую там все очень верят И ты лидер в этой новой горячей теме И у тебя есть какие-то обоснованные предположения Что в будущем все будет хорошо То тебя могут инвестировать и при отрицательной Юнит экономики Вот посмотри, что сейчас происходит С этими Дарксторами Вариациями лавки и самоката Десятки компаний во всем мире запускаются Десятки компаний привлекают Большие раунды инвестиций И я, ну, прям твердо уверен Что, ну, не у всех у них Ну, почти у всех у них Отрицательная юнит экономика И я не твердо уверен А просто уверен Что у всех у них Отрицательная юнит экономика Но это огромный рынок Это модная бизнес-модель У всех есть перед глазами Примеры успешных продуктов В разных странах И инвесторы сейчас кидают в эту тупку деньги Веря, что в будущем Юнит экономика хорошо сойдется Ну, или наоборот У тебя, может быть, получается Отличная положительная юнит экономика Но рыночек может быть вот с ноготок И здесь скорее там Инвестору, кажется, будет интересно А почему ты вообще думаешь, что ты вырастешь? Так, ну, хорошо С этим, я не знаю Мне кажется, с этим раундом Более-менее разобрали С этим этапом, точнее Это еще не раунды С этим этапом разобрались Дальше что у нас происходит То есть мы взяли на вот эти вот Вырученные деньги А, кстати, да, у меня такой вот вопрос Если мы занимаем деньги Там у друзей, семьи и так далее Как это вот обычно оформляется С точки зрения Ну, то есть, я не знаю У мамы, окей, можно попросить денег Она тебе так даст Но друзья, скорее всего Особенно, если мы там говорим Про тех вот френдов С которыми ты раз в месяц обедуешь Они, скорее всего, захотят от тебя Каких-то обязательств Вот, в том или ином виде Как это обычно работает? Ну, в красивом Венчурной истории Есть два варианта Первый вариант Самый простой У нее просто получают долю В твоей компании То есть я тебе дал Три миллиона рублей Ты отдал мне Десять процентов В своей ошке Ну, вот И все хорошо Там Папа, то ли папа, то ли мама Безоса Так инвестировала в Амазон И как-то То ли она, то ли он Довольно рано соскочила Но все равно получилось Там типа 150 тысяч долларов Типа 150 миллионов долларов Ну, как-то так Могла бы еще подождать И, ну, не 150 миллиардов Но Много миллиардов Второй вариант Который Ну, считается Более модным Более правильным Более Современным Это Конвертируемый заим И всякие вариации Значит, я даю в долг Твоей ошке Значит Свои Три миллиона рублей А Когда У этой ошки Случится настоящий раунд К инвестициям Большей То Мой долг Конвертнется в акции По какой-то формуле Ну, например Там По той оценке Которая будет На этом настоящем раунде Инвестиций Но Я получу там Премию в 30% Это Защищает нас От торговли Сейчас Потому что Сейчас у тебя ничего нет И оценить Твою компанию В какие-то миллионы Рублей Сложно Ее нет Она стоит 30 миллионов Или 60 миллионов Или 100 миллионов Но ее нет Она вообще-то Она стоит ноль Но я должен получить Какую-то долю Поэтому Инвестиции за долю На таких стадиях Это Всегда Некая проблема К тому же Там Дополнительные Юридические Проблемы Есть А Когда Мы договоримся Что Оценка Будет Потом А я Всего лишь Получу Дисконт Этой оценке То Договорится Гораздо Проще Окей Я понял Кажется Я понял Как это работает Отлично В итоге Деньги Деньги Мы привлекли У нас Прототип Появился Мы Показываем В общем Какие-то Хорошие показатели Какой следующий этап Смотри Если я правильно помню То мы уже После MVP Получили Деньги От бизнес-ангелов И теперь Мы Как можно быстрее Растим наш бизнес Выполняя тот план Который мы Обещали Нашим бизнес-ангелам А я вот здесь Немножко Запутался У нас Да У нас получается Вот первая Вот первая стадия Которую мы говорили Это когда 3F У нас инвестировали Да Там мы получили MVP Следующий шаг Это когда У нас уже Инвестировал Еще кто-то Ты вот сказал Это бизнес-ангелы Кто такие бизнес-ангелы Бизнес-ангелы Это люди Которые Ну не профессионально Но Регулярно Занимаются Инвестициями В чужие стартапы То есть У них есть Какой-то капитал Личный И они Какую-то там Небольшую его часть Инвестируют В разные стартапы С целью Того Чтобы Выстрелившие Эти стартапы Приумножили Их капитал Они иногда Объединяются В какие-то клубы В синдикаты Иногда действуют В одиночку Но их довольно много То есть Их В России Например Тысяча Ну Никто точно не знает Но порядок Примерно такой Так А какие суммы Они получаются Инвестируют Ну вот В каждый отдельный Стартап Какие вилки Здесь уже Очень большой разброс То есть В принципе Есть ангелы Которые инвестируют По миллиону долларов И Есть ангелы Которые Инвестируют По Несколько миллионов Рублей И Есть еще Вот Синдикаты Клубы Которые Объединяют В одну сделку Там 15 ангелов Каждый Из которых Проинвестировал По 30 тысяч долларов Получилось Полумиллиона Ну В любом случае Это Суммарная сделка Не будет Принципиально Больше Чем миллион долларов Ну Два Она может быть Но Больше На ангельских Деньгах В России Не должно Случиться И Они Получается Заходят В бизнес Обычно На каких Условиях Там Те же самые Доли Как это Тоже Обычно Да Тут Ничего Не То есть Два Принципиальных Подхода Первый Это Доля Второй Это Конвертируемый Займ И тут До самого Конца Ничего Не меняется В Робин Гуд Недавно 3 миллиарда Долларов Положили Тем же Сам Конвертируемым Читал То что Обычно Помимо Бизнес Ангелов По крайней Мере В России Еще есть Фри Такая Организация Которая Тоже Получается Можно В каком-то Виде Прийти И попросить Денег Да Есть Фонды Фри Это Всего Лишь Один Из Фондов Есть Венчурные Фонды Но Как-то Эволюция Любого Венчурного Фонда Ведет Его К повышению Среднего Чека К повышению Стадии К повышению Раунда На который Он инвестирует Есть Исключения Которые Удерживаются На низких Стадиях Но В принципе Вот Если Запустить Новый Фонд И подождать Запустить Новый Фонд Нацеленный На ранние Стадии И подождать 10 лет То он Окажется Фондом Который Инвестирует В поздние Стадии Вот Так Оно Случается Там Тоже Есть Причина По которой Можно Поговорить Насколько Конкретно Фри Запустился В 2013 Году По-моему Или В 2014 Ну В 2020 Году Его Смыло На Следующую Стадию То есть Если Раньше Он инвестировал По 3 миллиона Рублей То Сейчас Он инвестирует По 60 Миллионов Рублей Ну И соответственно Требования У него Тоже Изменились По-моему Сейчас В России Нет Ни Одного Фонда Который Был бы Активно Нацелен На ранние Стадии Я могу Ошибаться Может быть Там Один Есть Но Глобально Фонды Долго Не Держатся На Ранних Стадиях В России Фондов Всего Мало И уж Тем Более Их Мало Работающих На Ранних Стадиях Потому Что На Ранних Стадиях Долго Работать Невозможно А как Думаешь Почему Так Происходит Почему Условно Ангелы Там В Явном Виде Или Через Синдикаты Готовы Вкладываться В Ранние Стадии А Фонды Соответственно Нет Смотри Вот Ты Запустил Фонд В Ранней Стадии У Тебя Есть Глобально Два Варианта А Первый Вариант Что Плохо Инвестируешь Такое Может Случиться Тогда У тебя Кончаются Деньги Ты Перестаешь Инвестировать Ну Я Огрубляю Примерно Второй Вариант Ты Хорошо Инвестируешь Ты Много Зарабатываешь Ты Вложил Рубль Получил 10 Рублей Может Такое Случиться Какое Будет У этого Следствие У этого Будет Следствие Что Тебе Будут Твои Инвесторы Будут С удовольствием Давать Тебе Твои Деньги Потому Что Ты Хорошо Инвестируешь Тебе Легко Получить Много Денег Ты Из 10 Миллионов Сделал 50 Миллионов Теперь Тебе Дают 50 Миллионов Из 50 Ты Сделал 200 Теперь Тебе Дают 200 Ну Логично Но Когда У тебя Стоится Большой Фонд По Размеру Тебе Стоится Бессмысленно Инвестировать В ранние Стадии Потому Что Если У тебя В руках 200 Миллионов Долларов И ты Принвестировал 100 Тысяч Долларов В самом Успешном Случа Тебе Вернется 5 Миллионов Долларов Х 50 От этой Сделки Совершенно Шикарно На Твой Общий Фонд Это Произведет Впочтение 2,5% Прибыльности Зачем тебе Это Для чего Тебе Сил Ты потратил Ровно Столько Тебе Надо Если Большой Фонд Тебе Надо Делать Большие Сделки Чтобы Они Повлияли На Общий Успех Твоего Фонда Так Я Вот тут Я Короче Запутался Там Много Денег В фонде Лежит 200 Миллионов Долларов Да Я Понимаю Просто Условно Я Вот эти 200 Миллионов Могу Нарезать На Много Много Маленьких Маленьких И Не Можешь Потому Что Твоя Сила В Инвестировании В том Что Ты Такой Гениальный Хорошо Находишь Компании Хорошо Выбираешь Фаундеры И Делаешь Правильные Сделки Ты Один По Прежнему У тебя Маленькая Команда Твоих Гениальных Помощников Вы Узкое Место Для Вас Каждая Сделка Штука Это Работа Вы Должны Посмотреть Много Компаний Всем Отказать С одной Договориться И Это Прям Неделегируемая Интеллектуальная Работа В которой Вы Сильны И Вы Не Можете Сделать Тысячу Сделок Вы Можете Все равно Сделать 20 Сделок 30 Собственно Бутылочным Горлышком Здесь Является Объем Операционки Которую Надо Выполнить Не важно На какую Сделку На маленькую На большую И так далее Не только Операционки Хотя и Операционки Тоже Но и Интеллектуальная Деятельность Найти Хорошую Сделку Это Интеллектуальная Работа Интересно Не мешки Ворочать Но Это Интеллект А нет Какого-то Мне просто Интересно В венчурном Инвестировании Нет какого-то Аналога Фондов Как В Ценных Бумагах Когда Условно Покупаешь Сразу Не знаю Целую страну Или весь мир И та же самая История Когда Какой-то Фонд Который Как раз Специализируется На том Чтобы Условно Бить по площадям По каким-то Критериям Ну я не знаю Как Практически Вот как Работают Не знаю Кредиты То что Оно Суммарно Вот Там Кто-то Не возвращает Кто-то возвращает Кто-то возвращает С прибылью В целом У них Просто за счет Большого объема Они остаются В плюсе Или там Как страховая Работает Или вот В этом случае Как фонды бывают Такие Которые условно У них порог входа Туда не очень большой Денег тебе Наверное Тоже не очень много Дают Но просто за счет Того что много Где-то они выиграли На конкретном решении Там Икс пятьдесят Ну а где-то Там не знаю Двадцать пять раз Там стартап загнулся Ну ничего страшного Вот на Каком-то На этих Взяли настреляли По Икс пятьдесят Так не бывает Нет Ну смотри Любой венчурный фонд Он рассчитан на то Что значительная часть Его сделок Будет неудачной Ну вряд ли Двадцать пять Из двадцати шести Но Больше половины Сделок Большинства Венчурных фондов Неудачно Это входит в модель Венчурного фонда То есть получаем Икс пятьдесят Здесь Гибнем здесь В среднем Там Тридцать процентов Годовых Это очень-очень круто Это Но даже Вот Принимая этот риск Что многие проекты Сдохнут Ты все равно Должен выбирать Хорошие сделки Чтобы у тебя Сдохло Не знаю Пятьдесят процентов А не девяносто процентов Или семьдесят процентов А не девяносто пять процентов В зависимости от стадии Толеранса к риску И так далее То есть Часть сделок Будет неудачными Это Ну Заранее написано Над входом Любого венчурного фонда А есть Модель Фондов Фондов Когда Какая-то компания Она Сама не инвестирует В конкретные сделки А она инвестирует В фонды Ну вот Российская РВК Так работала То есть Они сами Ни в кого не инвестировали Они создавали много фондов Там давали управляющих Находили управляющих С кем-то договаривались И инвестировали в фонды То есть Мы хотим Инвестировать в биотех Мы в биотехе Вообще не разбираемся Мы находим партнера Который сделает фонд Посвященный биотеху Будет принимать решения Ну связанный с биотехом А мы Дадим денег В этот его фонд Это Ну довольно популярная модель Есть В мире много фондов Фондов В России меньше Но в России Как бы очевидно Всего меньше Чем в мире Мне Мне внезапно Стало интересно Вот Я не знаю Представим У меня есть Не знаю Допустим 1 миллион Рублей Лишних Ну как Лишних Я их короче Готов куда-то инвестировать Я их могу Занести на рынок ценных бумаг Но Мне кажется История про Вкладываться в принципе В стартапы Она классная Тут еще и фонды В общем разные бывают Они еще и показывают Хорошие показатели И так далее Вот я хочу условно Взять и прийти И фонду дать своих денег Чтобы они мне Сделали вот Ту самую историю Дали им там Не знаю 5 миллионов Они сделали 25 Из 25 И дальше там Вот по списку Я хочу чтобы с моими деньгами Произошло то же самое Куда в общем Где купюру приемник Куда деньги пихать Смотри Вот если у тебя есть Прямо миллион рублей То ты находишь Тот венчерный фонд Который сам является Публичной компанией Чьи акции торгуются На бирже Чьи акции можно купить Ну Из тех Которые говорят На русском языке Это TMT И Восток Нью-Венчерс Я вот наизусть Помню два Может быть Есть еще такие Ты прям Запускаешь Свой Интерактив Брокерс Находишь Тикер TMT Покупаешь Их акции И ждешь То время Которое Хочешь ждать Ничуть сложнее Чем Газпром Таких фондов Не очень много Но они есть Если тебе Эти фонды Не подходят Ты там В TMT И Восток Нью-Венчерс Не веришь То ты можешь Инвестировать В Любой Другой Венчерный фонд Но там Скорее всего Сумма нужна Больше чем Миллион рублей То есть С тобой Должен начать Разговаривать Как-то Дать тебе Возвольствие Положить деньги И Ради Миллиона рублей Никто не будет Но Там Есть фонды Которые берут От 50 тысяч Есть от 500 тысяч Ну Секвой Я не знаю От каких 50 миллионов Наверное берет Но Тут Приходишь К фонду Говоришь Вот я хочу Вам доверить Свои деньги Но он Говорит Что Мы сейчас Фандрайзем И условия Такие Так С этим Кажется Тоже понятно Что мы Еще Наверное Не спросили О Я внезапно Вспомнил Хочу Откатиться Немножко На предыдущую Стадию По поводу Бизнес Ангелов То есть Получается Мы немножко Про фонд Начали говорить А вот Чуть раньше Про бизнес Ангелов Короче Опять же Готовясь К выпуску Прочитал Про то Что Одни из самых Больших проблем Которые может Себе сделать Фаундер Любой компании Это выбрать Неправильное место Где собственно Эти деньги Взять И там На самом деле Взяв Не в правильном Месте Условно Можно Условно Просто На какие-то Про какие-то Стадии Даже в принципе Не знаю Там Не думать Вообще Никогда Потому что Там не Произойдет Стартап С такими Инвесторами Не выйдет На IPO По каким-то Причинам Например Вообще Никогда Ну то есть Я не знаю Там условно Приличные компании После этого На следующих Стадиях Например Инвестировать Не будут Действительно Есть такое явление И вот Как это Вообще Работает Как Если ты Начинающий Фаундер Стартапа Как вот С этим Не ошибиться Смотри Есть три Группы Проблем Наверное Первая Группа Проблем Это Бандиты То есть Вот мы Сейчас С тобой Красиво Разговариваем О раундах О венчуре О рисках О том Что Каждая Пятая Компания Выживает Четыре с пяти Сгорают Есть люди Которые Ну вот Прям Бандиты В прямом смысле И если Твой стартап Там пошел Неудачно Они там С пистолетом К тебе приедут И будут требовать Деньги назад И не услышат Ничего про Предпринимательский риск Кажется Их становится Меньше И я давно Не слышал Ну совсем Тяжелых Историй В России Нет Одну слышал Недавно То есть Вот Ну Когда То есть С бандитами Дела не надо иметь То есть Когда ты Получаешь От кого-то деньги Нужно удостовериться В том Что Он Понимает Что он Подписывает И он Будет действовать Потому что Он подписал А не По его Какой-то Внутреннему Чувству Справедливости Это Первый Момент Второй Момент Это Корпорации Если В Какой-то Стартап Проинвестировала Корпорация То Это Чаще всего Дорога В один Конец Скорее Всего Ни один Там Фонд И еще Кто-то Не будет Инвестировать После того Как тебя Предвестировал Газпром Потому что У тебя Должно Быть У всех Участников Проекта Должно Быть Одинаковое Видение Будущего Одинаковые Цели Одинаковое Понимание Того Что будет Дальше И вряд ли Ты найдешь Какого-то Инвестора У которого Будет Такое же Такие же Цели Такое же Понимание Что будет Дальше Как у Газпрома Ты Там Увидишь Возможность Выхода По Х10 Ты Будешь Считать Что Твоя Цель Достигнута А Газпром На этих Масштабах Плевать Он У него Какие-то Другие Цели Раньше Он Инвестировал И Он Скажет Нет Я Не Продаюсь Это Приведет Корпоративному Конфликту Конфликтов С Газпромом Сложно Но Никто Не полезет В этот Проект То Есть От Корпорации Можно Принимать Инвестиции Только Если Ты Четко Понимаешь Что Эта Корпорация Тебя И Купит И Нынешняя Инвестиция Это Всего Лишь Первый Шаг Ну Или Не Купят Но Ты Всегда Будешь Жить Симбиозе С Корпорацией Это Дорога В Одном Направлении И Третьей Третья Опасность Это Токсичность С точки Зрения Санкций И Подобного То Если Человек В каком Санкционном Списке Или Недалеко От Него То Действительно Это Может Отравить Дальнейшую Судьбу Предприятия Потому Что Санкции По Цепочке Принесут Тебе Но Это Довольно Маленький Список И Большинство Его Участников Не Являются Активными Бизнес Ангелами В Стартапы Поэтому Это Довольно Теоретический Риск Хотя О нем Много Говорим Так Я еще На самом деле Такую Забавную Мысль Читал По Поводу Того Что Само По Себе Выбор Инвестора Часто Это История Чуть Ли не Про Выбор Партнера И Как Раз Наверное Мачится С тем Что Ты Сказал На Тему Общих Целей У Тебя И У Того У Кого Ты Берешь Деньги У Должно Быть Одинаковое Представление О том Как Будете Двигаться Дальше Потому Что В случае Если Вы Себе По Разному Представляете Как Должно Все Развиваться То Имея Долю Например Этот Инвестор Может Ставить Тебе Палки В колеса И Ограничивать Твои Собственно Возможности Абсолютно Чаще На самом деле Фаундер Портит Жизнь Инвестора Инвестор Вложился Чтобы Через Три Кода Компанию Продали И Инвестор Получил Свои Иксы А Фаундер Влюбился В компанию Продавать Ее не хочет Это Теперь Дело Всей Его Жизнь Он Хочет Оставить Это Внукам И Правнукам И Инвестор Сидит С этой Долей И Ничего С ней Сделать Не Может Совершенно Классическая Ситуация Это 1-10 Миллионов Рублей Нет Это Там Уже 5-50 Миллионов Рублей Скорее Так Окей 5-50 Миллионов Рублей У нас Вот На этом Этапе Что Вообще Со Стартапа Меняется Начали Мы С того Что Условно В гараже Взяли Склепали Прототип Не знаю С Другом Васей Программистом Или Может быть На аутсорсе Взяли Какие-то Деньги Вот У нас Команда В каком-то Виде За счет Аутсорсеров И еще В каком-то Виде Она Росла Росла Вот На этом Этапе Это Кажется Достаточно Приличной Суммы Там Можно Кажется И команду На фулл Тайм Собирать Часто Команда На фулл Тайм Происходит И в Предыдущем Раунде Но Теперь Точно Пора Теперь Ты должен Превратиться В некое Нормальное Предприятие Которое Живет Какими-то Масштабируемыми Процессами На одном Крыле Реально Работает Ты можешь Не знаю Уйти в отпуск На выходные И ничего Не развалится И вот Ну и Предыдущая Должна продолжать Постоянно Расти Выручка То есть Если раньше Ты сам Был Единственным Курьером Вашей доставки Еды И Ограничением Вашей выручки Был Твой велосипед Сколько Ты успел Развезти Столько И заработал Теперь Ты нанимаешь Курьеров И Ну Все происходит Все растет Так Я просто Снова Начинаю путаться В Конкретных Этапах Ну то есть Окей У нас Команда Появилась Мы привлекли Там 50 миллионов А куда мы На этом этапе Получается Стремимся То есть Как мы поймем Что Ну то есть Дальше уже Это я так понимаю Пассивной раунд Правильно Какие там Дальше Что нас ждет Дальше И Кому Кому мы дальше Пойдем со своим Стартапом Дальше Самый простой вопрос Кому Дальше к фондам Вот Чем больше стадия Тем Больше роль играет фонда А цель Наша Теперь уже становится Более числовая Чем качественная Мы должны Растить Выручку То есть Если На предыдущем Раунде У нас была Выручка Типа 500 тысяч Рублей В месяц То Сейчас Мы должны Ее Ну хотя бы Утраивать Каждый год А лучше Быстрее Пока Относительно Маленькая И Вот Вот Все Качественные Раунды Качественные Изменения Закончились По сути То есть Дальше пошли Количественные Нас становится Все больше Команды Все больше Выручки Все больше Раунды Нам требуется Чтобы Оставаться На плаву Всего становится Больше Все становится Круче И так Вплоть до IPO А есть Какие-то Правила Про Вот Условно Если Компания Приносит В год Икс рублей Насколько На какой размер Инвестиции Она может Рассчитывать Вот От фонда Смотри Есть Некие Чаще всего Компания Оценивается Во сколько Это выручек Это Вот это Сколько Это Оно Очень зависит От рынка От бизнес Модели От всего Ну там Грубо Совсем От Половины До Пятнадцати Вот Годовых Выручек От чего Зависит Это В первую Очередь Это зависит От того Насколько Выручка На самом деле Твоя Но Представь себе Что интернет Магазин Купил Значит У поставщика Кирпичи Перепродал Клиентам Кирпичи Купил За рубль Продал За рубль Двадцать Выручка У тебя В этом случае Рубль Двадцать Но На самом Деле Твоих Здесь Двадцать Копеек Рубль Он Поставщический Ты с ним Ничего Не сделаешь Ты Ничего А теперь Тот же Самый Интернет Магазин Дизайн Не изменился Но он Стал Назваться Маркетплейсом И продает На нем Поставщик Напрямую А ты с него Берешь Комиссию Он продал За рубль Двадцать А ты с него Взял Двадцать Копеек Комиссии В сутеву В общем Ничего Не изменилось Твоя выручка Уменьшилась В шесть раз Ну а и Мультипликаторы Пропорционально Увеличились В шесть раз Потому что Инвесторы Не дураки Понимают Что эта выручка Ценнее Чем предыдущая Вторая штука От которой Сильно зависит Это рост Но потому что Мы инвестируем На самом деле В будущее А не в настоящее Если у тебя Сейчас выручка Сто рублей Растет Десять раз Каждый год То Через три года Будет Сто тысяч рублей А если Выручка Сейчас тысячу И не растет То через три года Будет тысяча Ну тоже понятно Что перспективнее От модности Отрасля То есть От того Ну вот Если сейчас Запустить Чего там было Популярно Десять лет назад Не буду Придумывать Какой-нибудь Пример Немодный То Мультипликаторы Будут низкие А если запустить Что-нибудь модное Вот как эти Дарксторы В которые сейчас Все верят Тем горячее А мультипликаторы Будут высокие От Защитимости То есть Если мы Верим Что Победитель Получает все Здесь Бизнес-модель Монополистична То Все Стоит Дороже Если Мы Знаем Что Придут Еще Другие Шакалы На наш Кусок Рынка И придется Конкурировать В том числе Ценой И все Будет тяжело Через 5 лет То Все Стоит Дешевле Много Разных Разных Стартап Поднимет На следующем Раунде Слушай Я бы конечно Подготовился По конкретным Сделкам Перед разговором Мне интуитивно Кажется Что На ранних Стадиях Типично Что-то Типа 8-10 Выручек Но Я не готовился К разговору И не смотрел Стас Нам будет О чем поговорить На следующую субботу Я Немножко Офигел С процента Почему Чего так Мало 5-5 5-30 Процентов Компании Она Сама Если Компания Достаточно Быстро Растет На эти 5-30 Процентов Она Сама Заработает Я не знаю За полгода Она же Незаравно Жилбыточна Чем больше Она работает Тем меньше У нее денег Все Я понял Да Я все Забываю Что Юнит Экономика Плюсовая А стартап Сам по себе Обычный Хорошо Так И что у нас Получается Вот Вкладываемся И дальше Масштабируемся Я так понимаю То что На следующих Там Просто Всякие Раунды Инвестиций Как раз Которые мы Видим От Стартаперов В фейсбучиках Про то что Закрыли Раунд А Раунд Б Раунд С И дальше В общем Все буквы Английского Алфавита Они Я правильно Услышал То что Глобально Друг друга Ничем не Отличаются Кроме Количества Денег В каждом Из этих Раундов Ну Вот Начиная С Б Ц Д Они все Совсем Идентичны Между Б И А Есть некая Психологическая Разница Но Типа В Б Завод Уже Построен А В А Мы только Его Обещаем Построить То есть Вот У нас Города Могут Казаться Сильно Не Такими Как Тот Где Мы Строились А Вот Когда Мы Уже Построили 7 Городов И Нам Осталось 43 Вот Тогда Мы Можем Привлекать Раунд Б Потому 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 Что 7 Городов Мы Уже Построили Ну Там Все Было Одинаково Ну Наверное И С остальных 43 Все Тоже Будет Одинаково А Вот Б Ц Д Это Уже Одно И Тоже Только Деньги Другие Мне кажется Самое Время Почелленджить Первое Определение Стартапа Про Как Раз Про То Что Стартап Это Предприятие Которое Не И Сейчас Могу Ошибаться Поправь Меня Бизнес В Условиях Высокой Неопределенности И Там Была Мысль Про То Что Мы Не Можем Планировать На Несколько Лет Вперед А Почему Мы Не Можем Планировать Мы Прям Сейчас Можем Не Брать Деньги И Будет Понятно Сколько Мы Заработаем Или На Этих Раундах У нас По Прежнему Упыточная Компания Если Стартап Уже Гораздо Меньше Стартап Чем Раньше Ну Конечно Стартап Стартап Она Падает С каждым Годом С каждым Раундом И так Далее Это Конечно Терминологические Споры Но Можно ли Называть Сейчас Убер Стартап Ну Черт Его Знает Ну Может Терминология Ок Я понял Так Ну Я правильно Понимаю То Что Все Это Обычно Заканчивается Рано Или Поздно IPO У Стартапа Есть Четыре Конца Первый Самый Популярный Конец Он Банкротится Или Покупают За копейки Там В предбанкротном Состоянии Ну Как-то Надо Понимать Что Это Самый Частый Финал История Стартапа А часто Это Сколько 99% 99,9% Есть Какая Сморя Такой стадии Считать Дивидендный Бизнес То есть Окей Рост Более-менее Остановился Получилась Более-менее Прибыль И Все Все на Это И живут Платят Дивиденды Платят Зарплаты SEO Все Все Вроде Как Нормально Следующая Популярность Это M&A То есть Кто-то Нас Купил В России Чаще всего Сбербанк В мире Выбор Побольше Но Кто-то Пришел И заплатил Кругленькую сумму За весь Наш Стартап И Подвид Этого Варианта Или Можно Считать Отдельным Вариантом Это IPO Когда Нас Купила Не Какая Корпорация А Нас Купила Биржа Много Мелких Инвесторов Но По сути Нас Купили Вот Такой Финал У стартапа Но При этом В России IPO Случается Крайне Редко Год Назад Я считал Было 7 IPO За всю Историю Российского IT Как С тех Пор Я не помню До HeadHunter Я считал Или после HeadHunter Приваялся HeadHunter Ну Там Типа Может Уже 9 Но Немного А как Думаешь С чем Это Связано Почему Лучше Продаться Корпорации Чем Условно Взять Денег У Частных Инвесторов Через IPO Лучше IPO Проще Корпорации На Биржу Выходят Только Довольно Крупные Компании Там Есть Ограничители Встроенные И маленькая Компания На Биржу Не попадет А дожить До того Чтобы быть Таким Большим Чтобы попасть На Биржу Это Сложно Ну А Так А почему Лучше На IPO Выйти Чем Продаться Компании Дороже То есть Когда Тебя Могут Ну Цена Покупки Она Определяется Покупателем Количеством Покупателей Количеством Продавцов Продавец В любом Случа Более Менее Один Ну Окей Там Headhunter Superjob Можно Считать Что У нас Две Похожие Компании Но Обычно Их очень мало А Если Продаешься Покупателю Корпорации То Она Тоже Более Менее Одна Ну Опять Может быть Их Пять Но Немного И В том Аукционе Которые Они Устраивают Выигрышная Цена Не очень Высокая А Если Ты Продаешься Рынку То Маленький Кусочек Тебя Может Купить Кто Угодно Покупателей Очень Много И Они Раскручивают Цену До Какого-то Очень Высокого Уровня Круто Круто Звучит Гипер Понятно Так Ну Я Даже Не знаю Мы Пробежались По всем Основным Стадиям Вообще Стартапа Я Предлагаю Немножко Взять Еще Покопать Посмотреть Разные Явления И роли Которые Встречаются В венчурном Инвестировании Собственно Я Читал Про Всевозможные Акселераторы Расскажи Немножко Про них Значит В чем Идея Акселератора Что есть Стартапер Который Что-то Такое Делает Он Чаще Всего В первый Раз Делает Бизнес И чаще Всего Он готов Пробежаться По всем Стандартным Граблям Любого Бизнеса Давайте Мы его Посадим В некую Школу Условно И в этой Школе Мы ему Объясним Что по этим Граблям Бегать не надо Лучше Обойти Вот так Дадим Ему Полезных Контактов Которые Помогут В будущем Дадим Ещё Какой-то Ресурс Разный У разных Акселераторов И тогда Шансы Этого Стартапа Резко Возрастут Возрастут За Это Мы с Него Возьмем Либо Денег В каком-то Случа Либо Долю В компании В каком-то Случа Либо Может быть Государственный Акселератор Вообще Ничего Не Возьмем Ну Тут Вариации И Типа Это Должно Увеличить Шансы Стартапа На успех Вот Вот Ты как-то Так сказал Должно Помочь Увеличить Ты Не веришь В акселераторы Или как Акселераторы Бывают Очень разные То есть Вот Прям Очень разные Есть Хорошие Есть Плохие А при этом Кроме того Что сам Акселератор Хороший И плохой Есть Ещё И Статус Этого Акселератора То есть В какой-то Акселератор Все Стремятся Туда Приходят Хорошие Стартапы Дальше Стартапы Ничего Не Сделать А Стартапы Будут Выстрелиться Потому что Они Изначально Хорошие И Ещё Инвесторы Значит Зная Что Они Прошли Вот Хороший Акселератор Будут Инвестировать И Вот Всё Само Собой Случится Ну Вот YC Y Комбинейтер Я Чаще Пример Вот Я Абсолютно Уверен Что Y Комбинейтер Может Вообще Ничего Не Делать Со Стартапами И Он Его Стартапы Будут Успешны И Там Ну При каких-то Слепых Тестированиях YC Будет Помогать Ничего Не Делая Просто Вешая Bajig YC Есть Как бы Обратная История Какой-нибудь Акселератор Не знаю Лионской Школы Ткачей Про Которую Знают Только Значит В городе Лионе Туда Приходят Самые Отстойные Стартапы У которых Нет Никаких Шансов Они Могут Вызвать Там Лучших Профессоров Лучших Кого Угодно Преподавать Делать Всё Что Угодно Всё Все Сдохнут Потому Что Туда Приходят Самые Плохие Стартапы И Дальше По цепочке Есть Множество Промешуточных Вариантов Поэтому Штука Помогают Акселераторы Она Сложная Мы Делаем Витательный Инвестор С Акселератор Но Мы Верим Что Помогаем Стартапы Говорят Что Мы Им Помогаем Инвестиции Многие Из них Получают Но Как Слепого Тетирования Мы Слушай А я Вот так Вот И На этот Инвестор Мне казалось Что это Синдикат Бизнес Ангелов Или Получается Бывают Такие Явления Одновременно Все Вместе И Одновременно И Синдикаты Там Рядом И Акселератор Появляется И так Далее Ну Вот У нас Это Рядом По сути Мы Делаем Два Разных Продукта Для Ангелов Мы Делаем Синдикат Клуб Для Стартапов Читал Еще Про Два Таких Явления Одно Это Даже Не явление Роли Получается Эдвайзеры И Консультанты Вот Можешь Про них Немножко Рассказать Что это В общем Слушай Я не готов Как-то Их Разделять Там Есть Еще Менторы Есть Еще Коучи Есть Много Разных Терминов Трекеры Есть Много Разных Терминов Которые Описывают Похожие Явления И Есть Даже Интонации Которые Между собой Есть Он Может Как-то Высветить И Стартап С ним Договаривается Что Вот Этот Умный Чувак Будет У него Ментором Эдвайзером Советником Читаем Советником Директоров Ты еще Какое слово Называл Я за его Забыл Консультантом Вот То бишь Как-то Делиться Опытом Что-то Подсказывать Где-то Как-то Помогать Но Преднение Делать Руками Не быть Сотрудником И За это Стартап Делится С ним Какой-то Долей Ну То есть Если Не знаю Этот Консультант Увеличивает Шанс На успех Стартап На 3% А Получит От него Полпроцента Доля То Это Экономически Целесообразно Вот Так Это И Работает Окей Почему Я Консультан Выделил Я вот Когда Готовился К выпуску Просто Столкнулся С Довольно Интересным Таким Эффектом Что Начиная С Определенных Раундов Тебе Нужно Очень Много Денежек Просто Так Ты Не Сможешь Пойти И История Про 3F Закончилась Давным Давно А За Большими Деньгами Надо Идти Условно Большим Дядям Которым Все Просто Так Приходят Все Они Хотят Взять Денег И Если Они Со Всеми Будут Общаться У них Просто Времени Не Будет Больше Ни на Что Не Останется И Вот Эти Консультанты Говоря Про Дяди Я Скорее Имел Ввиду Какие Большие Фонды Которые Могут Помочь Проинвестировать Поздние Стадии И Соответственно Тоже В эти Фонды Зайти Не Каждый Может И Эти Консультанты Как Я Понял Из Этого Описания Они Берут Какую То Или Процент Или Еще Что И Помогают Стартапам Зайти В фонды Договориться Познакомиться С нужными Людми И так Далее Это Явление Насколько Настоящее Насколько Это Норма Или Это Просто Какие-то Инфо-цыганы Что Смотри Самый Лучший Консультант Который Поможет Тебе Получить Инвестиции От Крутого Фонда Это Твоя Растущая Выручка Если у тебя Все хорошо То инвесторы Всегда придут На выручку Чем больше Выручка Тем быстрее Они придут На втором Месте Твои инвесторы Предыдущих Раундов Ты Если ты Прошелся По всему Циклу На предыдущем Раунде У тебя были Как раз Инвесторы Шага Минус Один От Текущего Они Хорошо Знакомы С Текущими Они Тебе Помогут Бывает Некий Зазор И Вот То ты Получишь инвестиции Даже если Не будешь Ничего Делать Если Плохой Проект Ты Не Получишь Инвестиции Что бы ты там Не делал Есть Некий Зазор Когда Что-то Зависит От знакомств От презентации От упаковки От чего-то Всего Которые Помогают Тебе Доупаковать Познакомить С правильными Людьми Сказать Правильные Слова Этим Правильным Людям И Действительно За Какой-то Процент Комиссию Они Все Это Делают Это Нужно Далеко Не всем Но Кому-то Это Прям Помогает За счет Этого Получает Следующий Раунд Продает Компанию Что-то С ним Хорошее Случается Окей Здорово Мне кажется Мы прошлись И по стадиям И какие-то Основные Роли И явления Обсудили Интересно Дальше Поговорить Нас послушают Выпуск В основном Этишники Разработчики И чего уж там У многих Разработчиков Перегретые Зарплаты Деньги В общем Есть Где-то Есть лишние Деньги Где-то Есть Умные Мысли Как раз Те самые Идеи Про Полет На Луну На воздушном Шаре И так далее Вопрос Такой Вот В какой Роли Как раз Не знаю Разработчики Могут Поучаствовать В этом Во всем Насколько Я Я вот сам Попробую Может быть Ответить Как сформулировать Поправь Меня Если я Не прав В основном Деньги Которые Есть У частного Инвестора В основном Если интересны То они Интересны Стартапам Только на Самых Ранних Стадиях То есть В лучшем Случае Деньгами Мы сможем Поучаствовать Может быть Как в качестве Ангела Но чаще В роли Как раз Того самого Френда Который Поможет Кому-то Взять И вложиться И фактически Единственная Такая роль Если не брать Роли Конечных Исполнителей Это роль Фаундера Я прав? Ну Смотри Зависит От того Сколько У тебя Денег То есть Вполне Какой-нибудь Разработчик Не будем Чуть Деньги В чужих Карманах В общем Бизнес-ангел Тоже Можно Быть Но Это Не Космические Деньги Надо иметь Чтобы Этим Заниматься Ну Хотя Довольно Большие Ну Окей Вот Ну А И обычно Получается Вот как раз Фактически Типа Если Если Заходить То Такой Оптимальный Вариант Получается Это история Про какую-то В общем Идею Дальше Проверяем Гипотезы И вперед Дальше Погнали По списку Ну Да У меня Еще будет Есть буквально Парочка Вопросов Вот Допустим Я Фаундер И у меня Стоит Выбор Либо пытаться Дальше Развивать Компанию На свои Деньги Не привлекать Инвестиции Но расти Медленно Но целиком На свои Либо Привлечь инвестиции И расти Быстрее Вот Может быть Есть у тебя Какие-то Советы Ментальные Модели Или что-то Еще Как вообще Избавиться От этого Лютого Иррационального Страха Размытия Своей Стопроцентной Доли С какими-то Непонятными Дядьками Которые Вообще Никакой пользы Не несут Только Деньги Тебе Скидывают Как Вот Как с этим Справиться Вот с таким Стопором Смотри Тут есть Несколько Арифметических Мыслей Первая Арифметическая Мысль Предположим Ты через Пять лет Продашь Эту компанию За миллиард Долларов Ну Предположим И сейчас Предположим Ты пустил В свою компанию Там 30% Инвестора Ну Предположим Так может быть А значит Тогда Через пять лет Ты получишь 700 миллионов Вместо Миллиарда И В твоей жизни Вообще Нет никакой Разницы Между этими Двумя Событиями Ну Как бы Что миллиард Что 700 Миллионов Что 100 Миллионов Что 70 Миллионов Что 10 Миллионов Что 7 Миллионов Это один И тот же Уровень Жизни Это один И тот же Уровень Успеха Это Ну Вот Все Что Меняется Это Там В случае Миллиарда Меняется Твой номер В списке Форбс Ну Вообще Пофигу А теперь Другой Вариант Ты его А поэтому Ты рос Медленнее Поэтому Твоя компания Сдохла А за миллиард Продался Твой конкурент И тут Как бы Изменилось Все У тебя Нет Ни миллиарда Ни 700 Миллионов Ты опять Начинаешь С нуля И делаешь Другой проект Можно же И по другому На эту ситуацию Посмотреть Что В одном Случа Ты 10 лет Развиваешь Свою компанию Растешь По там Плюс 10 15 20 Может быть Процентов В год Но через 10 лет Учитывая Сложные Проценты У тебя Довольно Неплохой Рост Получается И с каждым Годом Он все Больше Растет Ты это Сделал Без инвестора С другой стороны Ты впустил Инвестора Начал Расти Быстро Но Перестал Потерял Возможность Принимать Какие-то Решения Он Тебе Начал Давить Рассказывать Как компанию Развивать Что делать Давить на то Что ты ее Продал И в итоге В долгую Ты все равно Проигрываешь Ты это Почему Ты проигрываешь Потому что Компания Уже не твоя Ты не можешь Развивать Так как хочешь И в итоге Продал Допустим Ее раньше Чем Сделал Будь она Полностью Твоей Ну слушай Я вот Вбил в калькулятор Если расти По 10-20 То есть я взял 15% в год То за 10 лет Ты учитыверишься Ну блин Это же не похоже На мечту Ну то есть Мы скорее всего Сейчас говорим О довольно маленькой Компании Ну то есть Вот посмотри На ту компанию Которая есть у тебя Прибавь 10 лет Своему возрасту То есть там Живот Слысина Значит Ну вот все вот это И компания Стала всего В 4 раза больше Я тут просто Я сравниваю Из своего опыта Как наемного работника В компании У которой были инвесторы В компании Которая живет 20 лет полностью На свои Ну типа сначала Я работал в Авито Где там Ну инвесторы известны Сейчас работаю В JetBrains Где никаких Внешних инвестиций Никогда не привлекалось И не планируется Привлекать И вот с точки зрения Такого наемного сотрудника Который видит Картину внутри Жить без инвесторов Ну типа Это замечательно Ну да Но Как бы Основатели Авито Лет за 5 Получили кучу денег И Как бы Выскочили из Германии У них Все хорошо А основатели JetBrains Но продолжают Работать Пахать И Конца края Не видно И По-моему Они больше 20 лет Уже это все делают Вот Ну Окей Окей У меня тогда Вопрос снят Егор начал Задавать вопросы А у меня тоже Внезапно Тогда мысль Возникла Опять Немножко В эту же сторону Что как раз Там Один из выходов Чем может Закончиться Стартап Это то Что он Перестает Привлекать инвестиции Выходит Такое Ну не то что На плато Но как раз Переключается От Из режима Не знаю Там X3 К росту Там Выручки Каждый год На какой-то Более Такой Плавный Плавный Рост Когда Не знаю Там уже И Компания Становится Плюсовой Я так понимаю Такое Ну Оно само Так происходит Это делают Это Не знаю Как Или Фаундеры Осознанно На это Влияют Условно Срезают Какие-то Косты То есть До этого Они Привлекают Там Деньги Они Допустим Тратили Какие-то Бешеные Бюджеты На Маркетинг Вот Они Сейчас Взяли Прикинули То Что Если Они Маркетинг Не будут Так Бешено Раскручивать То В принципе У них Они будут Окажутся В плюс То есть Все Косты Порежут И Они Будут Плюсовые Но Растеяне Будут Не так Медленно Соответственно У них Есть Как мне Кажется У фаундеров Есть возможность Притормозить Нажать На тормоз И где-то Остановиться Зафиксировать Зафиксировать Прибыль И остановиться Соответственно По какому Принципу Вообще Как это Обычно Делают Или Это Не знаю Напрямую Зависит Только Условно От жадности Или От амбиций Фаундеров Как это Обычно Происходит У меня Тут Про обычное Точно Не скажу Статистика Может быть Собрана Но У меня Ее Нет Но По правильному Это Неудача Не получается Привлечь Новые Инвестиции Не получается Поддерживать Рост И Приходится Скатываться В Такую Стабильную Компанию Ты же сам Говорил То что Бывает Как раз Вот эта Проблема С фаундерами Которые Пьет Кровь Инвесторов В том Что Не хочу Продавать Это дело Всей моей Жизни Хочу Скорее всего Фаундер Хочет Как раз Дальнейшего Стабильного Роста Хочет Перейти Из разряда Стартапов Соответственно Не стартап С предсказуемыми Планами На следующие Три года То что Следующий Раунд На самом деле Ведь каждый Следующий Раунд Это риск Потому что На каждом Следующем Раунде Ты также Можешь Проиграть Ты Попробуешь Отмасштабироваться И это Масштабирование Не получится По той Или иной Причине И здесь Мне кажется Для людей Может быть Естественной Какой-то Реакция Не бесконечно Больше 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 А в какой-то Момент Зафиксировать Эту прибыль По правильному Ты должен Фиксировать Тем Что продаешь Эту компанию Потому что Если ты Фиксируешь Тем Что переходишь В дивидендную Модель Скорее всего Ты поставил Выбытки Всех своих Предыдущих Инвесторов Потому что Если он Инвестировал Из расчета Твоих Десяти Выручек Ну Ты с тех пор Два раза Вырос То есть Оценка Типа Пять Выручек У тебя Там Маржинальность Не знаю Двадцать Процентов Значит Двадцать Чистых Приболей Та оценка По которой Он зашел Текущих Значит Половину Чистых Приболей Вводишь Из компании На дивиденды Значит У него Двухпроцентный Дивидендный Доход Ну То есть Он По сути Очень круто Потерял В деньгах На самом деле И Ты Это Знаешь Ты Это Все Считал Заранее Когда Принимал Его Деньги И Единственный Способ Тебе Вернуть Его Деньги Это Продажа IPO Ну Вот Красивый Выход Твой Поворот В Дивидендный Бизнес Это Заведомо Потери Денег Инвесторов И Если Ты Брал У него Деньги То Ты Обязан Рулить До Конца До Победы До Выхода Интересно То Что Фактически Тут Прям Такой Замкнутый Круг Который Заканчивается Или Собственно Победой Одним Из Таких Хороших Вариантов Или Соответственно Тем Что Стартап Схлопывается Это Интересно Вот То Уход Дивиденды Это Иногда Бывает Успех Для Фаундера Но Для Инвестора Это Всегда Поражение Ну Почти Всегда Получается Прямо Просто Нет Никаких Опций Перестать Закидывать Деньги В топку И еще Больше Да Это Вот Вся История До Победного Окей Я понял Так Ну Я не знаю У меня Есть Предложение Немножко Может быть Про Какие-то Ссылки Что Почитать Если Для Наших Слушателей Если Это Интересно Вот Мы Я здесь Присоединюсь Мне Я в свое Время Читал Мне Понравилось Очень Сильно Может быть Есть Еще Какие-то Ссылки Книжки Что Еще Посоветуешь Ну Я Безусловно Посоветую Свой Телеграм Канал И свой Ютуб Канал Я Думаю Что Это Самые Важные Источники Информации Про Стартап На Русском Язаке Кроме Них Я Посоветую Прекрасную Книжку Под названием Самая Правильная Книжка На Тему Инвестиций Которую Я Читал Она Дает Такой Взгляд Сверху Вниз На Все Способы Инвестиций И Очень Прочищает Мозги Есть Прекрасная Книжка Книга А не Книжка Книга Максима Спиридонова Стартап На Миллиард Которая Очень Хорошо Описывает Процесс Построения Стартапа И И И И Но если Мне больше Чего в голову Не приходит Значит Все остальное Менее важно Окей Если что Ссылочки Мы обязательно Приложим К описанию Выпуска Как всегда Сможете Их Там найти Так Ну что Я предлагаю На этом Подводить Черту И Сейчас Я расскажу О том Что У нас Сегодня Было В выпуске Собственно Начали с того Что Провели Чертую Дали Аж Два Определения Того Что Является Стартапом А что Этим Самым Стартапом Не Является Поговорили Про Стадии От Самых Маленьких 3F Когда Вы Берете У своей Мамы Деньги На Стартап И Заканчиваете Тем Что Стартап Выходит На IPO Или Как мы Уже Поняли Выходит В общем Дивидендную Модель Или Что Еще Более Часто Происходит Он Закрывается Поговорили Про Всевозможный Ролик У кого Кому Можно Идти За Деньгами Какие Вообще Явления Бывают Типа Акселераторов Всевозможных Синдикатов Ангелов И так Далее Ну И В конце Разобрали Несколько Кейсов Про Как-то В завершении В завершении Выпуска Что Не знаю С особенностями Стартапа С особенностями Стартапов Что Деньги Нужно Закидывать В стартап До последнего Дальше Все зависит В общем От фаундера На этом Все Я Предлагаю Егор Улыбается Я кажется Что-то забыл Еще Да Стас Скажи Что 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 Тебе нравится Больше Чем Узнать Что Подлодка Крюмит Мультипликатор 8х При поиске Инвестиций Уже Подсчитывать Сколько Ипотек Ты закроешь За счет Этого Раунда Больше Этого Дорогие Друзья Мне нравится Когда вы Ставите 5 звезд В iTunes Твитите Ретвитите Ставите Нам лайки Рассказывайте О нас Своим Друзьям А самое Главное Слушайте Подкаст Подлодка Это Был выпуск Про Венчурное Инвестирование И инвестиции В стартапы В гостях У нас был Александр Горный Всем спасибо Пока Пока До свидания Всем пока Субтитры Субтитры